Всем привет! Меня зовут Саша и в сегодняшнем видео мы с вами разберемся с моими находками с Алиэкспресс. На самом деле не самое типичное видео для моего канала, но оно должно быть очень и очень интересным. Ну и перед тем как начать, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить лайки, а также комментировать это видео. Плюс у меня есть полезный инстаграм, где я также делюсь бьюти-контентом. Начнем мы с вами с находки, которые уже есть на мне. И это вот такие прекрасные нежнейшие серьги. Они сделаны просто нереально качественно, плюс они делают образ таким нежным, милым, женственным, очень таким вот утонченным. Мне безумно нравится как они сделаны, плюс они действительно вот прям вот делают девочка-девочка очень-очень милым образом. Мне действительно не нравится, хотя я не совсем сильно люблю именно золотистые украшения, но я их как раз таки покупала к вот этому украшению, чтобы носить вот с одеждой, которая имеет более теплый поток. Короче, у меня свои загоны есть по поводу этого. В общем, есть, по-моему, еще и другие цвета, по-моему, есть там как раз таки серебристый оттенок. В общем, если вы хотите найти на свой вкус, то смотрите в ссылке в описании. Не забывайте заглядывать в описании, потому что там я как раз таки оставлю ссылки на все-все находки, о которых сегодня как раз таки и рассказываю. Ну, раз уж я начала с украшений, то давайте уже и расскажу про другие украшения, которые мне нравятся очень сильно. Это вот такие вот сережки-колечки. Я очень сейчас люблю в последнее время носить именно такие серьги. Не знаю, вот они мне прям вдохновляют. И у меня есть и другие, но они не с Алиэкспресса, на Алиэкспрессе. Я нашла вот такие косички, я их называю. И здесь очень удобная застежка, которая как раз таки помогает делать, ну, в общем, не расстегиваться вашим сережкам. И она очень качественно сделана. Здесь безумно здоровский механизм. И они действительно выглядят недешево, они не выглядят, ну, собственно, в свою стоимость. Я уже не помню, сколько они стоят, но в описании все, конечно же, оставлю. Но они такой... Вот таким вот образ тоже делают женственным. Мне безумно нравится, как они выглядят. Они не смотрятся а-ля цыганка, они не смотрятся а-ля, я не знаю, там, дешевый образ. Нет, такого абсолютно нет. Вот прям на Алиэкспресс мне как раз таки нравится находить украшения. Не всегда, конечно, там классные украшения я нахожу, но вот эти серьги, это одни из них. Одни из них, что? Одни из самых классных находок. Так что обратите внимание. Также, по-моему, представлены и в других оттенках. Там золотистые есть. Так что на свой вкус вы точно найдете. Далее я расскажу про вот такие сережки-гвоздики, о которых мне тоже постоянно спрашивают. Я их также брала на Алиэкспресс. Вот таким вот образом они выглядят. Они тоже серебристого оттенка. Я в основном люблю все-таки серебристую такую бижутерию. Мне больше нравятся именно холодные оттенки именно в бижутерии. Так что я обычно беру что-то в таких вот оттенках. Исключение только вот эти серьги. Ну, потому что я уже сказала, брала для вот этого украшения. В общем, эти серьги, они безумно классные. Во-первых, они очень практичные, потому что здесь как гвоздик. И его сломать, но это нужно постараться. И здесь такой механизм самый простой для гвоздиков. При этом, то есть, вот это кольцо, оно выходит, получается, замочку. А как раз гвоздик мы продеваем, собственно, назад. И это выглядит так просто красиво. Мне очень нравится. Я люблю все-таки такие вот округлые украшения. И для меня эти сережки прям вот тоже в самое-самое сердце. Они выглядят интересно. Они вне трендов. То есть, они всегда будут актуальными. И всегда они будут дополнять образ, сделать его более интересным. Плюс, также они очень качественно сделаны. То есть, здесь очень прочно сделано вот это вот кольцо, которое самое главное здесь. И оно вообще никак не гнется. То есть, я его даже пыталась специально погнуть, чтобы посмотреть, будет ли оно каким-то образом деформироваться со временем или нет. Но ничего такого не произошло. Я даже как-то с ними уснула и проснулась утром. Это было в Новый год. И все, в принципе, с ними осталось в порядке. Ничего не произошло. Ничего, собственно, не погнулось. Хотя я сплю. Это просто туда-сюда верчусь. Единственное, что здесь могут погнуться ими сами гвоздики. Но их легко, собственно, выпрямить. Ничего такого не происходит. И пока что вообще у меня ничего не слазит. Так что замечательные серьги. Мне пока что тоже очень-очень они нравятся. И также я нашла вот такие вот кафы серебристые. На самом деле, я их надевала пару раз. Мне хотелось просто поэкспериментировать. Посмотреть, как они, собственно, будут сочетаться у меня. Здесь вот такой вот с колечками у меня каф. И, собственно, просто самый-самый обычный. Ну, они тоже серебристые. И на самом деле, они очень-очень удобные. Они хорошо гнутся. Их можно вообще ходить сюда, ходить сюда. Куда хотите, в общем, можете себе пристроить. Но они хорошо сделаны. Но для меня все-таки они, наверное, не очень подходят. Я не знаю. Либо мне просто непривычно, как это выглядит у меня именно на ушах. Ну, в общем, они сделаны замечательным образом. Если вы такое любите, то обязательно заказывайте. Заказывайте. Я заказала как раз-таки поэкспериментировать. И, ну, пока что, не знаю, может быть, мне просто непривычно. На близкой съемке вы как раз сейчас посмотрите. Может, это просто чуть-чуть не мое. Не знаю. Буду еще, конечно, их пробовать носить. Но, если вы такое любите, обязательно заказывайте. Потому что качество здесь просто шикарное. И последнее из украшений. Это вот такая вот цепочка. Здесь, вернее, три цепочки в одной. Очень классно сделано. Прям действительно очень качественно сделано. И здесь нет никаких сколов. Здесь даже вот на вот этих самых таких вытянутых и округлых украшениях нет никаких царапин, ничего подобного. Здесь очень удобный механизм с регулятором. И выглядит это очень-очень классно. Плюс это серебро такое светлое, оно не темное. И, собственно, не получится, что оно будет, знаете, таким вот как будто очень старым. Здесь нет ощущения как раз-таки, что это вот-вот прямо сейчас порвется. Это также очень красиво выглядит. Спускается вот так вот декольте. Я это ношу обычно с футболкой, потому что меня природа ничем не наградила. И мне на самом деле не нравится делать вот такое вот открытое декольте. И мне не нравится, когда у меня, ну, вообще, когда большой разрез, мне не нравится носить такие массивные украшения. Но не прямо-то, конечно, массивные украшения, но просто оно привлекает на себя внимание. И я люблю как раз-таки дополнять этим украшением футболки такие самые обычные, потому что это как раз-таки придает изюмин. Или свитера тоже мне нравится дополнять. Так что присмотритесь, если вы тоже любите вот такие вот украшения. Сейчас это очень актуально, когда в ярусы делают всякие разные именно цепочки. Присмотритесь, это очень минималистично, лаконично выглядит и дополняет образ. Далее перейдем к заколкам, которые я также постоянно использую в видео и в макияжах, потому что как раз-таки эти заколки помогают убрать хорошо волосы и при этом не испортить прическу. Я даже сегодня использовала перед съемкой видео, чтобы как раз-таки мои кудряшки не испортились. Они прекрасно работают. Здесь вот такие вот щипцы. Ими очень удобно пользоваться. Они спокойно вот таким вот образом надеваются. И выглядит это все очень мило и очень удобно. Самое главное, что это практично. Они легкие, они никаким образом не портят прическу. Так что если вы давно искали такие заколки, то обязательно советую приобрететь. И теперь мы дошли до самого интересного, о чем я очень хотела рассказать. Я нашла две крутецкие сумки. И первая сумка вот таким вот образом выглядит. Она как раз-таки сумка багет. Она очень-очень удобная, очень-очень красивая. Сделана максимально качественно. Здесь такая вот золотая фурнитура. Единственное, что... Она, кстати, вместительная. Очень здесь такой вот черный подклад. И здесь есть также небольшой кармашек, но без замочка. Она действительно очень пахнет. Вот она мне пришла неделю-две назад. И до сих пор от нее пока что еще не выветрился аромат. Такой вот типичный. Но ничего страшного. Я готова это потерпеть. Потому что она очень и очень красиво выглядит. Мне просто безумно нравится. И она сделана нереально качественно. Конечно, там есть похожие сумки и более дешевые. По-моему, да. Но я решила уж доплатить побольше. И на самом деле она всего 800 рублей стоит. Просто такие сумки там есть и по 300 рублей. Я решила взять за 900 или за 800. Я точно уже не помню. И чтобы она уж точно мне долго служила, я просто от нее в восторге. То есть, чусь она очень-очень красивая. И следующая сумка. Вы наверняка уже видели ее в TikTok или в Instagram. Если на меня там подписаны. Это также вот такая вот сумка. Она очень мягенькая. Она 100% копия Zara. Я ее изначально вообще увидела в Zara. И хотела ее очень сильно купить. В Zara она стоила 3000 рублей. Я ее купила за 900 рублей. Здесь вот такой вот механизм открывается. Здесь внутри нет застежки. Здесь есть также замок. Здесь внутри черный подклад. И вот такие вот, собственно, фурнитура. Здесь серебряная. И она как вот к цепи. Очень практичная, очень удобная сумка. Единственное, что в нее много не положить. Потому что она, собственно, раздувается. И такое ощущение, что сейчас у меня тупо отвалится вот этот вот весь механизм. И я стараюсь много туда не класть. Но на самом деле она очень-очень вместительная. Сюда даже мой маг влазит. Но я его все-таки не рискую именно в эту сумку класть. Потому что вероятность, что она может все-таки отвалиться, наверное, есть. Но она ни разу у меня, собственно, не вывалилась, не отвалилась. Ничего, собственно, не происходило. Но все равно у меня какой-то страх есть. Но, блин, сумка очень-очень красивая и очень-очень здоровская. Так что обратите на нее внимание. И последнее, о чем бы мне хотелось рассказать, это объективы на телефон. Наверное, это как-то уже устарелая тема, мне кажется. Но я приобрела вот в таком вот мешочке. Мне все пришло. Объективы на телефон. Здесь два объектива Fishy и Macro. Fishy я не пользуюсь. Хотя сейчас это опять актуально. Вот, собственно, сама линза Fishy. Она вот таким вот образом выглядит. Но я и не пользуюсь. Я как раз-таки использую вот такой вот объектив. Это Macro для чего? Вот так он выглядит. Для того, чтобы снимать как раз-таки фотографии. Чтобы как раз-таки просматривалась текстура. К примеру, румяна или текстура какого-нибудь крема. Я люблю снимать очень близко текстуры. И для меня это очень важно. Объектив очень хорошо с этим справляется. Он каким образом работает? Вот, собственно, телефон. И на сам телефон я вот таким образом прикрепляю. И вот так это все работает. Кстати, чехол тоже с Алиэкспресса. Вот я и поделилась всеми находками с Алиэкспресс. Мне хочется, чтобы вы нашли для себя что-то здесь как раз-таки интересное. Может быть, вас что-то заинтересовало. Если это так, обязательно оставляйте обратную реакцию. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok